Сто лет – ещё не предел. Всем своим видом показывает Мухаммадулла Валиуллин. 26 декабря у ветерана Великой Отечественной войны день рождения. При этом столетний дедушка живёт один. Утром встаю, в федерате отжелаю сверва, потом завтракаю, потом выйдем гулять. 6 километров в федеране прогулки сделаю. Дети его только навещают. За продуктами в ближайший супермаркет Мухаммадулла Гатиатулович ходит сам, так же, как и оплачивает коммунальные услуги. Помимо этого, готовит себе ветеран тоже сам. Свежий мясной бульон присутствует в его рационе ежедневно. Семья у нас большая. У нас было 10 детей. Живых сейчас 8. Правда, в деревне уже возле отца у нас трое. Остальные уже в других городах. Внуков у него 16. Внуков, внучек и 22 правнука. Он один живёт. Ну, бывает, вот сёстры приезжают к гости. У меня с Узбекистана сестра приезжает на 3 месяца летом. Она с ним живёт. А так он один. Ему так спокойно, ему удобно. В чём секрет долголетия? Пожалуй, этот вопрос задают все, кому довелось пообщаться с добрым, позитивным и радушным дедушкой. Ответ на него получил и глава администрации Ратмир Мавлиев. Вместе с коллегами он посетил Мухаммадуллу Валиулина в день его рождения и привёз подарки старожилу городского округа. Здоровье хорошее. Хожу. Каждый день выхожу на прогулку. 6 километров прохожу. Часто бывать на свежем воздухе, делать зарядку по утрам, а ещё не пить алкоголь и не курить. Вот залог долгой и счастливой жизни со слов дедушки. И главное – никогда не унывать. Этот девиз, как бы ни складывалась жизнь, он проносит через года. Мухаммадулла Валиулина в декабре 1919 года в Карманово. В 1939-м мобилизовался, а в 1941-м отправился на фронт. Был миномётчиком, связистом. После ранения в боях под Москвой лечился в госпитале. О страшном военном времени ему и по сей день напоминают последствия контузии. Дедушка видит лишь одним глазом и плохо слышит. 9 мая 1945 года Мухаммадулла Гатятулович встретил в Чехии. Вернуться в родные края он смог лишь спустя 7 лет после мобилизации. Немецкий самолдив вышел. Нас бомбил. 20 человек было. 7 человек остались живой. 13-й под 19-й. Контужина. В Свердловском лежал. 4 месяца. Здоровился. Опять пошел в фронт. Северодопадный. Тридцатый белорусский фронт служил. Впервые украинский фронт служил. Очень любят, ценят и уважают дедушку в школе села «Энергетик». В местном музее представлена экспозиция, которая рассказывает о жизни ветерана Великой Отечественной войны. На протяжении многих лет работы, в которых описан его боевой путь, становятся лауреатами патриотических конкурсов разного уровня. Со слов педагогов школы, лучше всего воспитывать детей удается именно благодаря жизненным примерам таких людей, как ветеран Валиулин. Ветеран до сих пор в строю. И он участвует во всех мероприятиях, в школьных мероприятиях, в сельских мероприятиях и помогает нам в воспитании подрастающего поколения. Так как день рождения у ветерана Великой Отечественной в конце декабря, поздравить его со знаменательной датой, прибыли и дедушка Мороз со Снегурочкой. Все гости отметили, что несмотря на преклонный возраст, дедушка отлично держится. И, наверное, главным пожеланием в этот день для всех стало дожить до 100 лет и даже больше. Сделать это вполне реально. Подтверждение тому – советы и личный пример Мухаммадулы Валиулина. Зульфия Амирова, Валерий Зазулин. Время новостей.